МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях. Мы думаем о будущем. Мы думаем, чтобы было у нас хорошо. В России продолжаются выборы депутатов. Мы должны этим правом своим иметь выбор. И этот выбор осуществить, обязательно воспользоваться. Лидия Антонова проголосовала в Люберецком ДК. Сразу на входе предлагают маску, обработку рук, перчатки. То есть выдают ручку. Елена Верховых посетила избирательные участки в Томилине. А теперь обо всем подробнее. В городском округе Люберцы продолжаются выборы депутатов в Госдуму и Московскую областную думу. Избирательные участки открыты во всех поселках муниципалитета. Мои коллеги узнали, как там проходит заключительный день голосования. Избирательный участок 15.50 распахнул свои двери ровно в 8 утра. В числе первых, кто пришел отдать голос, глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Выражение гражданской позиции, по его мнению, обязанность каждого. Мы думаем о будущем, мы думаем, чтобы было у нас хорошо. И эти все вопросы, чтобы было хорошо и было будущее, они же не падают, как манна небесная. Эти все вопросы решают конкретные люди, принимают конкретные решения. От конкретных решений будут зависеть какие-то конкретные дела, конкретная наша жизнь. Участок оборудован КАИБами, комплексами обработки избирательных бюллетеней. Такие устройства существенно облегчают работу комиссии. Итоговый подсчет идет автоматически. Кроме выполнения своих основных обязанностей, члены комиссии следят за соблюдением мер эпидемиологической безопасности на участке. При входе человек специальный, член комиссии с правом решающего голоса, выдает маски, перчатки, руки обрабатывает антисептиком. Члены комиссии паспорт руки не берут, то есть сверяют данные только с рук, скажем, избирателей. Голосование проходит на территории всего городского округа. Для волеизъявления Люберчан открыт 171 избирательный участок. Впервые в современной истории выборы проходят в течение трех дней. Я иду как на праздник. Я раньше старалась рано прийти и посмотреть концерт. Я считаю, что всегда нужно голосовать. Потому что это наша, как сказать, это наша гражданская позиция, что ли. Хочешь ты, не хочешь, но ты должен все равно выбор для себя делать. Все избирательные участки будут работать до 20.00. Затем члены участковых избирательных комиссий приступят к подсчету голосов. Луиза Игия Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберецкий дворец культуры традиционно стал местом проведения голосования. Наблюдатели отметили высокую явку избирателей. Депутат Госдумы Лидия Антонова также сделала свой выбор в стенах Люберецкого ДК. Во дворце культуры расположился единственный избирательный участок номер 1461. Жительница Люберец Елена Богданова пришла проголосовать вместе с внучкой, чтобы личным примером показать важность события. Если мы не будем выбирать, кто же тогда будет выбирать? А как-то ребенка он приучает теперь? Ну, пошли, ей интересно. На этом избирательном участке отмечена особо высокая явка избирателей. На стране отлично, в исход тоже верим. Надеемся, что для тех, кто бы проголосовали, кто-то победит. Потоки избирателей разделили, чтобы не допустить большого скопления людей. Входят и выходят через разные двери. Маска и защитная одежда – обязательный атрибут членов комиссии. Все проходит в рабочем режиме, эксцессов никаких нет. Конечно, принимаем все пожелания всех приходящих жителей. Наблюдатели присутствуют. Все мероприятия проводятся с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологических. Здесь же, в Люберецком дворце культуры, свою гражданскую позицию выразила депутат Госдумы Лидия Антонова. Мы должны этим правом своим иметь выбор, и этот выбор осуществить, обязательно воспользоваться. Поэтому я считаю, что на выборы надо всегда ходить. И, конечно, сегодня есть формы новые, другие, но мне кажется, когда ты приходишь на избирательный участок, то даже атмосферу, чувствуешь настроение людей, это тоже очень важно. Выборы новых составов Госдумы и Мособлдумы длятся три дня – с 8 утра до 8 вечера. После закрытия участков члены счетных комиссий приступят к подсчету голосов. Анна Слайковская, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Люберчане выбирают депутатов Госдумы и Мособлдумы. В течение трех дней на территории городского округа работает 171 избирательный участок. Как проходит процедура голосования, расскажет наш корреспондент. В единый день голосования на участке 1457, расположенном в здании 4-го лица, и отмечается высокая явка – люди приходят на выборы целыми семьями. Выразить свою гражданскую позицию могут жители нескольких домов на улице Кирова. Всегда прихожу, всегда голосую. Для меня это очень важно, потому что я живу в нашей стране, и меня интересуют и вопросы все, поэтому я и прихожу сюда. Кроме жителей домов, прикрепленных к этому участку, члены комиссии обслуживают сотрудников ближайших предприятий, которые захотели проголосовать рядом с работой. Очень интенсивно этот процесс проходил в пятницу. У нас очередь стояла до середины первого этажа, если учесть, что наш участок находится на втором. Но по объему бюллетеней в Каибе, и в одном, и во втором, вы можете понять, а по цифрам на Каибе вы можете просчитать, какое количество народу прошло за эти три дня. По традиции, на этом избирательном участке проголосовал депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско и проверил работу участковой комиссии. Я являюсь в определенном смысле действующим лицом. Сегодня наши жители будут решать, кто будет представлять их интересы в парламенте Государственной думы и в областном парламенте. Поэтому я и должен быть живым премьером. К участку 1457 прикреплено около 800 избирателей. Но из-за большого количества желающих проголосовать по месту нахождения эта цифра перевалила за тысячу. За прозрачностью и легитимностью процесса следят наблюдатели, а за безопасностью – сотрудники полиции. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Сразу семь избирательных участков работают на базе школы номер 10. Выразить свою волеизъявление могут жители домов на Октябрьском проспекте, поселке Калинино, а также улицах Карла Липкнихта, Парковой и Зеленой и Новой. С избирателями и членами комиссии пообщались мои коллеги. Хотим, чтобы мы лучше жили, чтобы у нас все хорошо было. Так объяснила свой приход на избирательный участок пенсионерка Анна Давыдова. Участие в выборах считать не просто своим правом, а гражданской обязанностью. Поэтому старается не пропускать ни одно голосование. Пример гражданской активности показал и Игорь Каханный. Депутат Московской областной думы не стал дожидаться единого дня голосования. Воспользовался своим избирательным правом в первый день выборов. Мы выбираем фактический состав Государственной думы, Московской областной думы на ближайшие пять лет. Это те законы, которые будут регулировать нашу жизнь в ближайшие пять лет, которые будут формулироваться, приниматься и которые будут исполняться. В целом жители домов, прикрепленных к этим участкам, показывают высокую активность. С первого дня голосования поток избирателей не прекращался. В гимназии номер 15 расположено сразу четыре избирательных участка. 15-20, 15-21, 38-42, 36-37. На участке 38-42 расположены КАИБы, комплексы обработки избирательных бюллетеней. Аппараты встроены в урны и после окончания выборов голоса жителей почитаются автоматически. Это снижает нагрузку с членов участковой избирательной комиссии, ведь желающих проявить свою гражданскую позицию немало. Отдать свой голос сюда пришла и депутат Совета депутатов городского округа Люберцы Оксана Крамина. Очень важно сформировать грамотное правительство. Должны работать компетентные люди, опытные. И от того, как они будут работать, зависит наша внутренняя и внешняя политика. В Доме культуры «Искр» работают пять избирательных участков. Они расположены на двух этажах. На каждом участке кабинки для тайного голосования, урны для бюллетеней и информационные стенды. За процессом голосования следят наблюдатели от кандидатов и партий. Работа здесь налажена. На каждом уике присутствует наблюдатель, присутствуют также члены комиссии, которые тоже контролируют процесс, следят за всем, чтобы не было каких-то нареканий, замечаний. И все было в правовом поле. В воскресенье до 20.00 у каждого гражданина России, обладающего правом голоса, есть возможность прийти на избирательный участок и проголосовать. Сделал свой выбор и председатель общественной палаты городского округа Люберцы Петр Ульянов. Очень приятно, что когда мы приходим на территорию избирательных участков, нас доброжелательно встречают и дают возможность исполнить свой гражданский долг. Очень приятно увидеть своих соседей, родных, близких людей, которые также хотят созидательного развития нашего родного и любимого края. Также Петр Ульянов принимает участие в работе штаба общественного наблюдения Московской области по выборам. Анна Слайковская, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Голосование проходит в гимназии номер 16 «Интерес». Здесь расположились четыре избирательных участка – 38.40, 38.41, 15.19 и 35.73. Работу участков проверил глава городского округа Владимир Ружицкий. На входе обязательная термометрия. Санитарные нормы соблюдают как члены счетной комиссии, так и избиратели. А дать свой голос приходят с самого утра. Голосование – это не просто выбор достойного кандидата, а выбор своего завтрашнего дня. Будущее моих детей, будущее страны, будущее города, всего. В моей жизни выборы – это важное и значимое событие, потому что именно сегодня я могу внести свой вклад в будущее своего региона, в своего городского округа, в будущее своих детей. Помимо обычных кабинок для тайного голосования, на участках есть кабинки для маломобильных граждан, чтобы каждый смог отдать свой голос. Все наши участки готовы. Я надеюсь, что пройдет без эксцессов, потому что здесь есть наблюдатели от партии, от кандидатов в депутаты. То есть сегодня все эти процедуры, которые касаются именно свободного издавления и все, что связано с выборами, я целью, что все проходит в достаточно хорошем уровне. За общественным порядком на избирательных участках следят сотрудники правоохранительных органов. Для мониторинга хода голосования установили видеокамеры. Всего в округе 171 УИК. Отдать свой голос можно с 8 утра до 8 вечера. Анна Слайковская, Денис Угольников, телеканал ЛРТ. Продолжается голосование в поселке Томилино. В школе номер 19 работают три участковые избирательные комиссии. 1532, 1533 и 1534. Сюда пришла и председатель Ливерецкого отделения Союза женщин Подмосковья Елена Верховых. Как и везде, члены избирательной комиссии работают в защитной экипировке. Соблюдают меры эпидемиологической безопасности. Каждому избирателю разъясняют правила заполнения бюллетеней. Сразу на входе предлагают маску, обработку рук, перчатки. То есть, выдают ручку. То есть, все делают достаточно. Член комиссии очень вежливая. Я считаю, что достойная работа нашей комиссии в Ливерецком округе. Проголосовать на участке номер 1532 могут и маломобильные граждане. Вне кабинок стоит отдельный огороженный стол. А к тем, кто вовсе не может выехать из дома, члены комиссии приезжают на дом. Для этого избирателю до 14.00 19 сентября нужно позвонить в участковую избирательную комиссию по месту регистрации. Айтад Щерагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин